Греция дала всему остальному миру не только великое наследие эллинской античной культуры, но и православия. Вот и в России на протяжении уже более чем тысячи лет органично существует православие, а также многие элементы греческой культуры. Есть такой пример и на Тверской земле. И это Тверской мужской Николомалецкий монастырь. Первые упоминания об этом монастыре относятся к правлению Ивана Грозного. Причем Николомалец и сейчас-то не считается городом. А в 16 веке, когда здесь появились первые монахи, эти места были столь уединенными, что поначалу обитель все именовали пустынью. И только потом, по прошествию времен, этот монастырь стали называть Николаевским или Николомалецким мужским монастырем. Николаевский это потому, что когда-то, сейчас уже трудно установить когда, здесь появилась икона святителя Николая. Что касается второго названия Малецкий, то большинству ученых и священнослужителей сходятся во мнении, что тут дело в географии. Вот это та самая Малецца, некогда полноводная река, здесь даже рыбу ловили, ну а теперь, конечно, изрядно заросший ручей. Но именно он дал название мужскому Николомалецкому монастырю. Естественно, долгое время эта обитель, как и большинство построек средневековой Руси, была деревянной. Камень дорог, а лесов что тогда, что сейчас, на русской земле было более чем предостаточно. Естественно, пожары были вполне обычным делом. Один из них, пожалуй, самый страшный, случившийся в 1675 году, помог обретению, пожалуй, самой главной святыни монастыря – иконы Николая Мерликийского. Существовали описания того, что в храме было много икон святителя Николая, и были даже большого размера. И где-то в сторонке, в левом уголке храма, висела маленькая икона святителя Николая, никому неприметная. И вот именно ее нашли при расчистке этих завалов после пожара. Она лежала в зале, но не сгоревшая. Не сгоревшая, и это было явное чудо, что при таком пожарище, когда не осталось ничего от других икон, вот эта икона сохранилась, и святитель Николай явил здесь свой промысел, заботу о монастыре. Стали приходить и многие люди помолиться перед образом, и уже с самых ранних вот этих времен заметили, что святитель Николай помогает через свою чудотворную, новоявленную икону. И когда были в Твери эпидемии, болезни, какие-то бедствия, то люди давали обет, что мы пойдем всей семьей поклониться чудотворной иконе святителя Николая, и те, кто так делали, их не трогала холера или какая-то другая напасть. И установились крестные ходы. Уже стали многие-многие люди, ни одной семьей приходить сюда. Именно этой иконе монастырь обязан своим расцветом в 18 веке. Тогда ему стали покровительствовать могущественнейшие вельможи Российской империи. История этого монастыря теснейшим образом связана с известной российской дворянской фамилией Шуваловы, той самой, чьи представители в 18 веке входили в свиту императрицы Елизаветы, той самой, которым принадлежит Петр Шувалов, реформатор русской артиллерии, изобретатель, вельможи той самой Елизаветы Петровны. Именно Петр Шувалов в конце 40-х годов 18 века обратился с просьбой в Священный Синод о реконструкции монастыря, после чего его постройки приобрели барочный облик. Именно на средствах Шуваловых на знаменитых Демидовских заводах для обители был отлит колокол весом более двух тонн. Сам Ломоносов, основатель школы отечественной мозаики, подарил монастырю мозаичную икону. Образ Иисуса Христа – нерукотворность, которую они изготовили в своей мастерской мозаичной. И этот образ хранился в соборе, спасение рукотворного, который был у нас основной в монастыре, и он был в центре. А началом этому покровительству послужило путешествие из Петербурга в Москву супруги Петра Шувалова, Мавры Егоровны. На коронацию своей подруги Елизаветы Петровны, и она ожидала ребенка. Должна была родить, но в дороге ей стало очень плохо, она сильно заболела и начала умирать. И остановилась как раз напротив нашего монастыря, во дворах, потому что это были обширные дворы, в одном из домов Николомальских дворов. И начальница вот этих дворов, женщина пришла, сказала, что давайте обратимся к чудотворной иконе свидетельни Галая, которая здесь же и находится рядом. Врач сказал, когда приехала из Твери, что не спасти ни графиню, ни ее ребенка. И когда отслужили молебен, графиня приложилась, молилась со слезами, то она получила исцеление и стало легче. Уже в этот же вечер она переночевала и утром почувствовала себя совершенно здоровой. И отправилась в Москву. Там благополучно родила сына и назвала его в честь святителя Николая Николаем. И дала обет в благодарность Богу и святителю Николаю, что будет помогать строить этот монастырь. Неудивительно, что ни один представитель этого дворянского рода был похоронен именно в Николомалицком монастыре, где таким образом появился фамильный склеп Шуваловых. К сожалению, ни Шуваловский склеп, ни подавляющее большинство построек того дореволюционного монастыря до наших дней не сохранились. Причем обитель сумела пережить разрушительные нашествия иноземцев. Польско-литовской шляхты в 17 веке, германского вермахта в 41 году, когда в этих местах развернулись ожесточенные бои. Однако фактически до основания Николомалицкий монастырь разрушили свои, русские, отрекшиеся после 17 века от христианской веры во имя новой, коммунистической. Как и многие другие культовые постройки, эту обитель также разрушали под поводом того, что монастырь никому не нужен, зато в стройматериалах есть крайняя необходимость. Правда, то ли от излишнего старания, то ли по какой другой причине, но не все кирпичи большевикам удалось использовать так, как они хотели. Когда взорвали Покровский собор, то кирпич разломался на такие маленькие части, что его невозможно было использовать, и им засыпали трассу Москва-Петербург. До какого-то времени в более-менее приличном состоянии оставался лишь братский корпус. Его использовали как общежитие. Но потом народ расселили. Со временем от здания остались лишь стены, посреди которых вовсю росли деревья. Возрождение началось лишь около 15 лет назад. Сильями прихода Ксении Петербургской был установлен крест поклонный на месте обители. И только он напоминал о том, что здесь был монастырь. Потом они устроили часовню, домовый храм в первом помещении угловом этого корпуса. А потом сюда стал приезжать монах Белой Троицы, Борис, иеромонах Борис. Он читал Акафисты святителю Николаю, молился на этом месте. Собирались жители деревни, которые хотели тоже помолиться святителю Николаю. И постепенно так стала возникать уже жизнь духовная вокруг монастыря. Так, очень даже символично, начало 21-го столетия стало началом нового века в жизни Никола Малицкого монастыря. Поскольку восстанавливать его пришлось фактически с нуля, то при проектировании церквей, башен и стен обители решено было, что называется, вернуться к истокам. К византийским мотивам. Ведь именно от Восточной Римской империи, которую сейчас чаще называют Византией, Русь и приняла крещение. В качестве более конкретного примера взяли Афон. Афон всегда был источником вдохновения и традиции духовной жизни, практики монашеских трудов. И архитектура, она всегда вдохновляла русских зодчих. И когда был выбор, какой стиль восстанавливать, то выбор пал именно на храм древнейшего монастыря Святой Горы, монастырь Ватопет и храм Агиозани. Переводится в честной пояс. Там находится пояс Пресвятой Богородицы. Интересно, что первоначально никто не знал, что храм Агиозани, он так именно называется, пояс Богородицы. А когда начались работы о создании, собирании материалов, фотографий, планов, то узнали, что наш Мокровский собор и пояс Богородицы – это, в общем-то, единое название. Вот и появились здесь, на Тверской земле, под далеко не греческим южным, а под русским и всегда теплым небом, вот такие сугубо балканские мотивы. Ведущие свое происхождение аж из поздней античности. Вот такая вот полосатая архитектура появилась в Восточной Римской империи в 4-5 веках нашей эры. И тогда все эти полосы, они носили сугубо утилитарный римский характер. Так вот строились крепостные стены. То есть вот это, то, что сейчас как бы более светлого цвета, это были крупные каменные блоки, внутри которых все заливалось просто раствором. А скрепляющим элементом всей стены была кладка из красного кирпича. Ну а сейчас, конечно, это просто носит сугубо декоративный характер, который символизирует ту самую греческость. Главной доминантой Никола Малицкого монастыря сейчас является Покровский храм. Отец Паисий до сих пор не иначе как чудесными называет темпы его возведения, которое началось в 2009 году. Каждое утро при восходе солнца мы видели, когда шли утром на богослужение, видели, что лучи солнца падают на вот эти первые слои кирпичей. И когда мы выходили из храма после службы, видели, что добавляется еще один ряд кирпичей. И каждый день мы видели, что храм растет как живой, как растение. И он на наших глазах, именно вот и колокольня выросла, и весь храм вырастал на наших глазах. Каждый день мы видели добавление ряда кирпичей. Это очень интересно, когда видишь, как из ничего, из земли, буквально на твоих глазах, за считанные месяцы вырастает такой образ красивый. Храм почти полностью готов. Почти – это потому, что еще не до конца закончена роспись. Ее ведет иконописец по имени Руслан, специально приглашенный из Румынии. Эта южноевропейская страна, как известно, тоже является православной. Уже не один год Руслан провел на этих лесах, орудуя кистью и красками. Их, кстати, изготавливают из настоящих растертых минералов. Расписать Руслан успел уже немало, и в полном соответствии с канонами православия. Внизу, в первом ярусе, изображаются преподобные. На колоннах, по правилам, изображаются мученики, как столпы церкви, потому что кровь мучеников – это семя церкви. В куполе всегда по традиции изображается Христос Вседержитель, который благословляет мир, потому что храм – это образ мира, а купол с образом Иисуса Христа – это символ того, что Христос пришел к людям, Бог распят был здесь на земле, Бога-человек Христос, и спас своим подвигом, жертвой все человечество. Весь мир привел к спасению. Поэтому от Христа ближайшие росписи сюжеты – это апостолы в барабане купола, потому что они принимают благодать и власть совершать таинство от Иисуса Христа. Изображаются также в барабанах вместе с апостолами пророки. А дальше изображаются четыре евангелиста на парусах. Паруса – это такие треугольные пространства, где купол переходит в колонны. Дальше на всех стенах изображаются сюжеты Евангелия от Рождества Иисуса Христа до Его Вознесения и Сошествия Святого Духа на апостолах. Ну и в зависимости от того, кому посвящен храм, делаются росписи. Либо больше образов Богоматери, если храм Богородицы посвящен, либо тому или иному святому, если храм маленький. И у нас все Евангелие изображено на стенах. Начиная от Рождества Христова можно увидеть самые основные праздники – и Сретение, и Крещение Господа. Немалую гордость для монастыря представляет и Домовый храм. Именно с него, по сути, и начиналось духовное возрождение обители. Когда в монастырях монахов очень много, то первая часть богослужения «Полуночница» и «Утренняя» совершается в главном соборе, Кафаликон, который называется, в центральном храме монастыря. Там все помещаются, 100 человек. Но потом, заканчивается эта первая часть богослужения, начинается вторая часть – литургия. И на литургию уже монахи расходятся по разным храмам всего большого монастыря. Если взять греческий монастырь Ватапет, то там около 9 домовых храмов. И в каждый из храмов отправляются по 15-10 монахов, чтобы в каждом храме, какой есть у монастыря, была совершена литургия. Здесь поражает обилие икон, одна из которых является списком со знаменитой троицей Андрея Рублева. Говоря мирским языком, это точная копия, в том числе и по размерам. По словам отца Паисия, учитывая, что троица находится в Третьяковке, иконопису, получившему специальное разрешение, приходилось работать только по понедельникам. Ну и, конечно, в монастыре, который решили восстанавливать держа в уме Великой Византии, никак не могли остановиться только на внешнем архитектурном воспроизведении. Никола-Малецкая обитель – одна из немногих не только в России, но и по всему православному миру, где можно услышать настоящее византийское пение. Естественно, только на греческом языке. Возрождать византийское пение – дело непростое, признается отец Паисий. Вот если в музыкальных училищах и школах проходит византийское пение внешне, то у нас уже шесть лет назад появились такие отношения с певцами Афона, спрашивали у них ноты, точнее даже не ноты, а записи звуков, крюковые, знаками. Это не ноты, у них нот нет. И они давали диски с афонским пением византийским. И у нас Ренин хора нашего вначале пел и портесно, и знаменное пение было, но потом стал изучать византийское пение. И сейчас оно у нас возрождено, и с каждым годом оно улучшается и приобретает больше-больше изящества. Это пение. Оно отличается тем, что в хоре не поют по партиям, как в портесном пении итальянском, которое у нас пока что слишком много пений в храмах, а поют одноголосно. Один человек поет мелодию, а остальные только держат ноту, которая называется исон. Это пение похоже на грузинское. Раскачивание во время богослужения Хороса, а он тут украшен опять-таки византийскими орлами, это тоже еще одна древняя афонская традиция, которая имеет несколько значений. Во-первых, это увеличивает торжественность самого богослужения, и это символизирует то, что мир святых, он тесно соединен с нами, с молящимися, что Церковь Небесная, она присутствует вместе с Церковью Земной, и вместе мы все молимся, совершаем богослужение. Когда мы торжествуем память какого-то из святых, он вместе с нами находится. Одному из афонских старцев было видение во время богослужения. Именно он увидел, что ангелы спустились с небес и кружат в центре храма. И он объяснил это своим монахам, ученикам, что когда мы молимся, то Божья Матерь, Спаситель и Ангел присутствуют с нами в храме. И в знак этого тоже, что они задевают своими крыльями Хорос и Паникадила стали раскачивать на Афоне Хорос, чтобы напоминать об этом видении. Ну а третье, чтобы люди во время длинных десятичасовых богослужений на Святой горе Афон, чтобы они не засыпали. Такое даже значение есть. И потом это делается в самые торжественные моменты богослужения. Например, во время полиэлея на больших праздниках, полиэлей, когда зажигается много лампад, полиэлей, много масла, много света, и вот в такие моменты раскачивается хорос. Если не финальным, то крайне важным моментом возрождения Николы Малецкого монастыря должно стать строительство главного храма обители. А вот на этом пока еще пустующем поле планируется заложить главный храм монастыря. Причем его предполагается тоже выдержать в том самом византийском стиле. И он таким образом органично дополнит весь монастырский ансамбль. Конечно, возрожденный Николомалецкий монастырь не будет точно таким же, как тот дореволюционный. Дело не только в архитектуре, но и в площади обители. Та прежняя простиралась от той самой речки Малицы до тех лесов. А если смотреть в сторону города, то раньше вместо этого в общем-то молодого сосняка занимали яблоневые сады, тянувшиеся почти до нынешней областной больницы. Но главное не в площади, а в самой идее восстановления этой древней обители, которая уже успела стать настоящим культурно-духовным центром заметно разросшейся современной деревни Никола-Малеца. Окружающий этот диковинный для центра Руси греческий монастырь, с колокольни которого над окрестными домами каждый день разносятся настоящие, опять-таки, византийские звоны. Субтитры создавал DimaTorzok